В 1934 году на Теляющем острове строят авиаремонтный завод. Он необходим. Самолеты ломались из-за холодов и длительных перелетов. Чинить негде. У Енисейской авиалинии нет сухопутных аэродромов. Полярные летчики прозвали остров «Воротами Крайнего Севера». Здесь ремонтировали самолеты Чекалов, Громов, Водопьянов, Алексеев и Молоков. Именем последнего назвали остров после окончания строительства авиабазы. Авиаремзавод располагался на всей территории острова Молокова. К примеру, за моей спиной административная часть его, по левую сторону ангар, в котором непосредственно происходил ремонт. Раньше он был накрыт огромной дугообразной крышей, которая сгорела в 80-е годы. Самолеты, вернее летающие лодки, так их прозвали пилоты, не были созданы для полетов в морозы. Шасси приходилось менять на поплавки летом и на лыжи зимой. На острове что воды, что снега предостаточно, поэтому место идеально подошло под строительство авиабазы. В 1966 году во время ледохода уровень Ненесея поднялся настолько, что затопил абсолютно весь остров Молокова. Уровень воды продержался две недели, и из-за этого авиаремзавод пришлось перенести на левый берег, а в советский район туда, где сейчас находится жилой район взлетка. Верят, что к универсиаде остров Молокова не будет уступать по благоустройству острову Татышев, Дмитрий Дьячков и Константин Шубкин. Субтитры подогнал «Симон»